Продолжение следует... В Тюмени полицейские остановили работу подпольного цеха по производству и разливу поддельного алкоголя. Все оборудование располагалось в одном из складов города, практически в самом центре. Работали в цехе 26 граждан ближнего зарубежья. Там же они и проживали. Подпольное предприятие изготавливало 10 видов водки, а также 7 разновидностей коньяка. Полицейские нашли свыше 130 тысяч бутылок готовых к продаже и 19 тысяч литров этилового спирта. По предварительной оценке сумма изъятого немаркированного алкоголя превышает 35 миллионов рублей. В Салихарде сотрудники Росгвардии спасли ребенка, который упал в канализационный люк. 9-летняя девочка возвращалась из школы и не заметила открытого люка, который припорошила снегом. Падение ребенка заметили прапорщик полиции Игорь Нензелов и полицейский водитель Александр Благинин. Мужчины в это время патрулировали улицу неподалеку. Они бросились на помощь ребенку. К счастью, все закончилось благополучно. Девочка успела только напугаться. После случившегося ее передали родителям. В Тюмени Сот вынес приговор мужчине, который обокрал собственную фирму. 35-летний уроженец Курганской области работал директором компании в 2017 году. В это же время, в течение почти пяти месяцев, он снимал со счета фирмы деньги и делал ставки на сайтах букмекерских контор. Таким образом, компания лишилась более 15 миллионов рублей. Пропажа суммы обнаружилась, когда банк, обслуживающий фирму, заявил о задолженности по кредиту. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в особо крупном размере. Суд приговорил мужчину к трем годам в колонии общего режима. Кроме того, всю сумму ему придется ввернуть. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала «Ноябрьск-24».